Ну вот уже 11 июня. Вчера хотела показать вам, как я хотела познакомить Мэри с кошкой. Но тут у нас целая драма произошла. Кошка оказалась злая. То ли у неё ревности взыграли ко мне, то ли что. Бросилась в сторону щенка. Щенок испугался, запищал, забился в угол. Он вообще не понял, что это за чёрная пантера. И вчера он после этого, я же говорила, до этого хорошо Мэри игрушечками играла вот этими. Она даже целый день не подходила. Видите, она как её таскает. Она целый день даже не подходила к игрушкам. И даже полдня кушать отказывалась. Вот как кошка, Надюша, напугала её. Ой, сейчас мы. Ну вчера у нас был день покупок. Мы наконец-то выехали. Ездили за опрыскивателем. Мне пришёл опрыскиватель. И покупали игрушечки. Купили ей пищалочку. Она её боится, резкий звук не хочет. Купили две косточки. И поводок. Маленький ошейничек. Потому что скоро уже, через 10 дней, нет, через 13 дней можно будет уже с ней гулять. Вот поводок. Красотка. Он ей полностью подходит. И вот такой мячик. Ой, сейчас подползу. Ай! Приходится на её уровне ложиться на пол. Иначе её к ней не в глаза не заглянешь никак. Вот смотрите, изо всех, вот всё, что мы купили, отдали 950 рублей за несколько штучек. Правильно? Ну, собака дорогое удовольствие. Маленькая собака, ещё маленькие расходы. Смотрите, пищалку она не стала играть. На косточку. Косточка большая одна на вырост. И другая была маленькая. Маленькая где-то валяется. Она тоже не заинтересовалась. И я вообще подумала, что всеми игрушками она пренебрегла. Я захожу, она сидит в уголке. Такая грустная. Раз зашла, сидит в уголке. Два зашла. А потом смотрю мячик. Взяла в руки посмотреть. После половины дня. Смотрю, а он обмуслиный. Он как бы обслюнявленный. Я поняла и две дырочки, два прокола. Я поняла, что при мне она делает вид, что обиженная сидит. А как только я ухожу, она мячиком всё-таки играет. Вот по отпечаткам, по двум, я поняла. И по слюнькам на мячике. Потом вечером, ну, все игрушки, это вот и пищалка, и маркины, лежат просто так. Ну, не играет она. Думаю, ну-ка проверю-ка я мячик. Может быть, всё-таки она тайком в тихомолку играет им. И посмотрите, за первый день мячик превратился вот в такое. Вот. Она, короче, она, видать, играла им интенсивно. Ну, почему-то тайком от меня. Когда я заходила, она делала грустный вид, ложилась, глазки опускала. И, вероятно, хотела, чтобы я подольше обижалась на кошку за то, что она её тут шуганула. Делала вид, что она в стрессе, в депрессии. Муж приехал с работы, я ещё говорю. У нас в мэре в депрессии. Её напугала сильно кошка. Она обиделась и обижается. А потом, когда я вот этот шарик увидела, я подумала, что нифига она не в депрессии. Она просто хитрюля такая. Хотела, чтобы кошечку поругали. Мы и так все. Сын пришёл, все жалуются на кошку. Сын пришёл, я говорю, кошка напугала мэри. Он, меня жаль не было, я бы ей показала. Я говорю, ну, что ты ей, как ты ей объяснишь, ничего ты ей не покажешь. Она, у неё ревности. Она, во-первых, ни разу не видела таких вот. Она, может, думает, правда, это какой-то зверь, медведь или что? То нападение, защита, жилище. И вот мячик у нас оказался самым любимым. Ну, поиграй в мячик. Так, ну, что ты, делаешь вид, что тебе всё равно на эти игрушечки, да? У нас завтра, 12 июня, двойной праздник. Не только День России, но и у нас день рождения. Два месяца. В понедельник или во вторник мы пойдём, наверное, делать прививку. Оказалось, у нас не только сложно купить какие-то садовые для огорода, ну, всякие там вещества, препараты, но оказалось, что у нас и прививки, которые нам надо, мы вчера в зооаптеке не нашли. Вот сегодня муж поедет на другой конец города, ещё спросит. И нам сказала ветврач, что нужно делать именно ту, которую делал заводчик. А именно той нету. Есть мультикан 4, мультикан 8. А они делали нам мультикан 6. И вот шестёрочки нету. А надо уколчик скорее делать, чтобы прогулочку... Мы к прогулочкам уже готовимся. Вот твой ошейничек. Вот твой поводочек. Будешь с Мариком в песочницу ходить, с другими детьми знакомиться. У нас там детей куча. Сейчас тепло. Все на нашу площадку приходят. Там не хватает только маленькой Мэри. Ну, Мэри, из-за тебя бабке приходится лёжа тут лежать, с тобой разговаривать каждый день. Ой, буду вставать, подождите. Мне почему-то очень нравится вот эта тряпка половая, которой я прихожу делать влажную уборку. Я же ей протираю, тут у неё и мочаю, всё проветриваю, протираю. И она так за ней гоняется, хоть на швабре, хоть в руках. Мэри, ну ты чё, ты же леди, тебе нельзя с половыми тряпками играть. Так как у нас комната эта не жила, я уже говорила, здесь мы сюда складировали всё, что нам не нужно, что выбросить жалко, но в доме держать нет смысла. И вот здесь же теперь у нас лежит посылка из Китая, про которую я сегодня буду распаковывать и рассказывать. Но я говорила, что мне предложили, что мне предоставят вот эту вот, для выращивания рассады и овощей с какой-то уникальной лампой, вот эта вот установка как этажерка или что. Я сама не знаю, ни разу в жизни ничего из Китая не получала. Вот написано Мада Инчина. Вчера даже распаковывать было некогда, у нас совпало вчера, приехал опрыскиватель мой, привезли вот эту посылку. И как раз у Мэри депрессия, стресс, я вокруг неё весь день заходила, три раза гладила, говорила, что она самая хорошая, самая любимая, что кошечка злая, нехорошая, что мы не одобряем такое поведение кошечки. Короче, у меня был вчера очень насыщенный день, это в перерывах между глажением, конечно, в огороде работаю, поглажу, пойду поработаю, опять поглажу, поработаю. Всё, вот так у нас 11 июня, мы с новыми игрушками, с изгрызенным мячиком, вышли из депрессии, от испуга. Коша испугала, ну Надюшка, никто не ожидал от Надюшки такого поведения, она прям, как тигрица, ну, пантера настоящая. Всё, до свидания.